На прошедшем заседании правительства обсудили ряд важных вопросов, в том числе изменения в региональный закон, а также увеличение бюджетов ряда отраслей. Принят проект закона о статусе учителя. В документе выведены три понятия – учитель-наставник, учитель-методист и учитель-исследователь. Закрепляются дополнительные меры стимулирования работников. Например, ежегодный проезд на отдых и оздоровление учителей будет компенсироваться. В рамках нашего областного образовательного форума с рабочим визитом была министра просвещения Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева. Она высоко оценила разработку данного важного документа и озвучила, что закон Ульяновской области может лечь в основу разработки федерального закона о статусе педагогического работника. Также обсудили поправки в закон о мерах поддержки отдельных категорий молодых специалистов. В данном случае речь шла о работниках средств массовой информации. Главная задача – сформировать кадровый резерв и повысить квалификацию журналистов. К сожалению, сложилась такая ситуация, что в основном, особенно в муниципальных СМИ, количество руководящих должностей, докторов и заместителей на 30% перешагнули пенсионный барьер или находятся рядом с ним. В 2020 году увеличится бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. По проекту общая сумма доходов фонда планируется в размере 16 миллиардов рублей, что на 6% выше, чем в 2019 году. По словам директора фонда Владимира Смирнова, бюджет организации увеличится на 942 миллиона рублей. Основные направления – это, конечно, диспансеризация, это профилактические осмотры. Безусловно, будет продолжена программа онкологии. На нее выделено по сравнению с 2019 годом более на 40%. Эта сумма будет 1,9 миллиарда рублей. Кроме этого, министры одобрили проект закона об установлении механизма инвестиционного налогового вычета. Предполагается введение вычета для компаний, получивших статус особо значимого инвестпроекта и для предприятий, заключивших соглашение по реализации корпоративных программ.